Это один из самых опасных участков трассы Алушта-Судак. Дорогу буквально смыло во время штормов. Дорожники возвели мощное противоаварийное сооружение. Главная конструкция здесь – это вот эта опорная стена длиной почти 100 метров. Она держится на 43 буронабивных железобетонных сваях. Глубина каждой из них от 9 до 13 метров. На поверхности проезжей части – прочный асфальт, ливневки, ограждения пешеходной зоны. Обновлены все коммуникации. Это сети связи, электроснабжение, электросвещение у нас, опоры освещения заменены. И помимо этого участок водопровода, который проходил в непосредственной близости от проезжей части, перенесен и в гильзи уложен в стороне от проезжей части. Капитальный ремонт провели за 8 месяцев. Остались последние штрихи. Ремонт охватил не только проезжую часть. Кардинальные изменения произошли во дворе жителя села Солнечногорская Валентина Кота. У меня здесь перед домом было по плану замена водопровода, соответственно, старое бетонное покрытие. Все было вскрыто, проложено прямо сюда ко мне во двор. Вот находится люк. До этого люка заменена труба полностью. После этого, соответственно, положили новое бетонное покрытие. Как вы видите, довольно-таки неплохо, довольно-таки прочно. Этот процесс специалисты называют инженерной защитой дороги. Весь объем работы выполнила почти сотня строителей на 25 единицах техники. Стоимость капремонта – 77 миллионов рублей. Самое главное, мы запустили движение по автомобильной дороге Алуши-Судак-Феодосия в двухполосном исполнении. Теперь можно здесь передвигаться без пробок. Это мы успели сделать до начала туристического сезона, потому что, напомню, в начале, пока шли работы, движение происходило по одной полосе с переключением направления с помощью светофора. Сейчас все движение открыто, и все гости и жители Крыма могут передвигаться без трудностей. Теперь курортный поселок может предоставить своим гостям полный комфорт и безопасность. Сейчас аналогичное решение принимается по участку Малореченского храма. Ремонт планируют начать до конца года. Фатьяна Сидометова, Дмитрий Незовой, Телеканал Милет.